Всем привет! С вами канал ArtMoney. Сегодня у нас еще один день наших шоппингов. Сегодня я иду с такой новой штучкой. Я ее купила за 650 рублей на рынке на караване. Вот здесь вот хорошее такое местечко. Здесь вот еще карман. Не знаю, поместит мой телефон туда или нет, но я думаю, что, наверное, нет, скорее всего. И вот тут, чем она мне, кстати, понравилась. Есть еще один маленький кармашек. То есть, допустим, вы в магазине купили, допустим, все уже сложили, и тут вам дают сдачу. Это вот обычно у меня вот так вот бывает постоянно. И тут мне дают много сдачи, и я просто не знаю, куда это все деть. Я еще до сих пор складываю продукты. И, короче, это все деть некуда. Я вот так кладу сюда. Ну, можно положить сюда, например, закрыл и потом нафиг забыл. И потом, представляете, допустим, вам дали сдачу 800 рублей, да, там, или 1000, например, ну, 800, 600, 500, да. И потом, когда у вас нет денег, вы вдруг заглядываете в этот маленький кармашек, и тут у вас 600 рублей. Блин, это счастье, это реально счастье. Вот, короче, одеваю я новенькие носочки. Но я их уже распаковала, я уже потом вспомнила, что надо было на камеру это сделать. Блин, они так классно пахнут. Они пахнут, вот именно вот этот вот запах новой вещи. Блин, они такие классные. Сейчас, короче, я их буду одевать. Вот, я уже все сложила. Ну, здесь у меня, короче, бардак. Сегодня я иду новой сумочкой своей. Кстати, она такая тяжелая, что-то получилось, но у меня вода там, потому что у нас жарище. Одна бутылка у меня здесь, а вторая бутылка я сюда положила ее. Потому что она туда не помещается. Там, короче, кошелек у меня. Селфи-палку взяла, я хочу селфи сделать, может быть. Потому что у меня вконтакте нет моей фотографии, я убрала. Ну, там другую, короче, поставила, пока там надо было так. Так, ладно, влажные салфетки у меня. Спиртовые, водочные вернее. Вот. Что-то пиццей пахнет. А, блин, тут коробка. Тут коробка из-под пиццы. Мама ее что-то не выпила. Ну, ладно. Так, подожди, а тут что? Ба, ничего себе, у меня и тут, и тут влажные. А, ну тут заканчивается. Влажные салфетки. Так, влажные салфетки, карточка. Списки мои я сюда положила. Вообще все так удобно. Вообще это просто, я не знаю, это просто шикарно, насколько это удобно. Это просто супер. Так, тут я селфи-палку взяла, штучка от нее. А, наушники еще блютуз взяла. Наверное, я, идя по дороге, может быть, музыку послушаю. Да, я хочу послушать музыку. Вот. Здесь карман на молнии просто шикарный. Здесь у меня вторая батарейка от видеокамеры. Я ношу сейчас по две батарейки, потому что может сесть неожиданно. И вторая батарейка меня спасает. Хотя, честно говоря, я хочу еще третью батарейку купить. Так, флешка. Я беру сегодня флешку, потому что сейчас я пойду распечатывать фотографии. Не помню, я говорила об этом или нет. Скорее всего, нет. Вот, хочу фотки. Я три года подряд уже иду и пытаюсь распечатать фото. Их уже 131 фотография. Вот. Ну, я надеюсь, что мне распечатают все это в классном качестве. Так, запасная флешка для видеокамеры на тот случай, если она закончится. Ну, тут чек. То есть, блин, вот они все. Они под молнии, я за них спокойна. Был однажды такой момент. Сейчас на себя камеру переведу. Был однажды такой момент. То есть, я носила флешку. Она у меня, короче, была с паролями. И я носила как раз в старом рюкзаке в самом низу. А там такой небольшой кармашек. Туда, короче, сложила. Она оттуда каким-то образом выпрыгнула. И лежала в основном. То есть, кармашки. Так, может, чтобы он вот так был покрасивее. На что-то смотреть там. Разглядывать. Вот. И как раз получилось так, что лежит флешка. А сверху лежит несколько пакетов. Этих тканевых пакетов. Несколько было. Сверху вот так лежало. И я проносила ее так месяц. Наверное, целый месяц. Я была уверена, что моя флешка уже находится дома. На своем месте. Я реально была уверена. И каждый раз доставая этот пакет, блин, я могла ее потерять. И саму флешку, представляете, и плюс пароли. Я могла их потерять реально. Я потеряла много страниц, если кто-то нашел мои пароли и их вскрыл. И потом в какой-то момент я что-то полезла в этот рюкзак, чтобы положить пакет, по-моему. И увидела свою флешку. Это был просто у меня шок. Как? Она разве здесь лежит? Я думала, она лежит у меня дома. В своем месте. То есть я думала, все в порядке, все супер. А она там лежит. Блин, вообще. И вот после этого я подумала, блин, я хочу рюкзак такой, чтобы под молнию положил. И все. Когда я их искала, там в одном месте мне девушка в магазин сказала, ну, возьмите, купите косметичку. И положите все в косметичку. И, блин, я тогда буду бояться потерять косметичку, ведь она не закреплена. Ее же не привяжешь, не пришьешь туда, ничего. Говорю, это еще одна дополнительная вещь, которая будет сколько-то там весить. То есть, блин, ну, это не очень удобно, честно говоря. Вот. То есть опять боишься. А когда вот именно за молнией, то есть молнию, ну, там, в карман положил, да, молнию закрыл, и все. То есть все супер. Вот. Короче, так вот. Так, все, я сказала. Вот, давайте снова посмотрим. Короче, все я собрала. Все я сложила. Сейчас мы его... Так, давайте. Так, деньги я взяла. Деньги в кошельке. Потом я еще взяла деньги на шопинг мне. Мне осталось, короче, купить... Я уже все купила почти. Мне осталось купить шорты, которые, ну, никак не могу найти. Я уже вчера хотела, перемерила себе джинсы, думала, обрежу шорты. Сделаю из них это... Ну, вернее, джинсы обрежу, сделаю шорты. Я уже так хотела. На меня ничего не лезет. Ну, ничего. Сорок шестой размер, даже меньше. А за эти дни даже похудела, пока я бегала. И нифига на меня ничего не лезет. Я думаю, блин, у меня такая попа, что ли, огромная. Вроде я не такая толстая. Думаю, да что ж такое. Вот. Кстати, вот он, рюкзак мой старый лежит. Сегодня он отдыхает. Вот. Ну, иногда я все равно его буду носить. Он как раз так вот просто выйти в магазин за покупочками, там, за маслом, хлебом. Вот. Ну, он подходит. Что-то куда-то так быстренько сходить, то супер. А с этим я сегодня пойду. А, я еще, знаете, что? Вот, кстати, рюкзак. Так он выглядит. И у меня обувка, кстати, новая. Мне мама сначала на днях показала, что есть вот такая вот обувочка. Не помню, макосины, нет. Не знаю, как они правильно называют. Вот, смотрите. Они прям мягкие. Ну, такие довольно легенькие, не сильно. Нормальные. Вот. Вот тут вот красивые с такой штучкой. Розенькие. Короче, они со скидкой более полторы, а без скидки три тысячи. Ну, за три тысячи, конечно, бы я их не взяла, а за полторы почему бы и нет. Тридцать восьмой размер. Они такие вот прям сетчатые, розовые. Классно. Мне вот эта вот штука прям понравилась. Я когда начала их искать, думала, ну, начала уже заглядываться, смотреть, блин, мне ни одни не нравятся. То они серые, то они какие-то зеленые, салатовые там, то, блин, ну, вообще никак не нравились. А вот эти я когда увидела с такой штучкой, сейчас вот моды на всякие такие вот резиночки с большими буквами там какими-то. Блин, это классно выглядит. Я сразу увидела, блин, думаю, надо брать. Думаю, что это, когда я еще поеду там в этот космопорт. Вот, короче, они полторы стоили. Сумочка моя, на нее был отдельный обзор непонятно чего, короче. Я хотела бы с вами просто поделиться покупкой, а получился обзор сумки. Это было отдельно. Это, наверное, отдельный ролик. Я не знаю, когда он там вышел, короче. Или выйдет тут еще резиночки. Вот, все. Короче, я сейчас наряжаюсь и иду. И я думаю, наверное, в примерочной в каком-нибудь магазине. В примерочной в каком-нибудь магазине я себя покажу полностью, как я выгляжу. Ну, на мне остается, конечно, старая моя майка. Вот, она мне очень просто безумно нравится. Купила я, кстати, в моде у себя в прошлом году. А в этом году не нашла. Нет ее. Были другие майки, но моего размера не было. Я их мерила, но я не помню, записала на камеру или нет. По-моему, даже нет. Потому что она прям вообще в обтяг у меня была. Очень некомфортно, неудобно. Я люблю, когда, ну, чуточка хотя бы так висит. И, конечно, я в старых шортах своих. Вот, ну, блин, не могу я найти шорты. Я хочу найти шорты на низкой посадке, потому что на высокой у меня живот мешает. Мне и неудобно, и он мешает. Он какой-то, как будто обвисает ощущение. Вот, поэтому, блин. А так его хоть незаметно, не видно особо. Короче, все супер. Сколько мы с вами болтаем-то? 9 минут. Короче, я пошла, и сейчас через секунду вы увидите, либо это разделится ролик на несколько частей, скорее всего. Иначе 40 минут вы смотреть меня не будете. Скорее всего, на несколько частей. Короче, я выхожу. И будет отдельный ролик, как мы с вами погуляли. Все, давайте, пока-пока. А, нет, 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 не прощаюсь с вами. Все. Короче, смотрите, как я выгляжу. Здесь немножко сильновато. Волосы прямые, кстати, они вообще отдыхают. Я все время хожу сейчас в этой без резинки. Дома я постоянно в резинке, конечно, они устали и волнистые были. Сейчас они прямые, прям классно. Так, мой рюкзак. Я себя попробую показать. Вот так рюкзак мой выглядит классно. Ну, конечно, не та майка, не те шорты, но все равно. Мне нравится, как я выгляжу. Просто классно. Так, мои кроссовочки. Довольно, кстати, уже тепло. Начинаю потеть немножко. Сейчас пойдем на улицу. Так, телефон у меня, оказывается, не помещается. Но, скорее всего, я его положу сбоку. Вот, кстати, вот сюда вот даже вот пролазит места. Можно всякий мусор или я не знаю, даже что туда можно положить. Вот, все. Время уже, блин. Время уже двенадцать, представляете? Я еще только-только собралась. Вот, но это, конечно, сборы были просто прекрасные. Да, кстати, вот тут смотрите. Так, сейчас я, блин, камера, камера. Вот тут. Она, короче, я сделала вон как, потому что она выползала, вытаскивалась. И получалось так, то, что пока я одеваюсь, то есть одеваю этот рюкзак, одна выскакивает, ну, немножко, короче, становится где-то вот на таком расстоянии у меня. То есть тут оставались эти бретелечки или как их называют. То есть одна нормально, а вторая немножко сдвигается, пока я одевала. Короче, я сделала вот так вот. Я люблю, на самом деле, когда у меня рюкзак немножко там висит вот так вот. Не знаю почему, но мне так это очень-очень прям нравится. И тот рюкзак тоже такая же у меня. То есть я не люблю, когда он прям висит вплотную к спине. Мне это не нравится. Так, все, хватит болтовни. Вы увидели, как я выгляжу. И теперь я пошла гулять по магазинам. Вот, короче, гулять пошла. Это будет отдельный ролик. Это будет вторая часть, скорее всего, потому что очень долго я вам наболтала там. Все, короче, я пошла. Еще, кстати, я сегодня накрасила глазки. Ну, короче, незаметно ничего. Ладно. Пойдем. Пошлите вместе со мной гулять, мерить одежду. Я думаю, что мы с вами погуляем отлично.